И что именно сейчас, именно в наши дни, необходимо использовать всю ту инновацию, которую станки с ЧПО могут предложить ко мне обработчикам. Со станком с ЧПО мы начали делать такие изделия, о которых раньше мы даже не задумывались. Этот станок позволил делать нам перельефы, кухни, уникальные изделия в пяти осях, трехмерную обработку. В 2004 году мы купили наш первый гидроабразивный станок. И при покупке этого станка история повторилась. Мы взяли его для большой работы, для большого заказа, который мы должны были выполнить для Истанпола. Думаю, что покупая этот станок, затем мы не будем слишком много на него работать, у нас не будет возможности его использовать. Сегодня, если лаутер-теста ферма 1 часа, это ужасно. У меня есть проблема, и машина не была никогда не была ферма, потому что она не может. У нас есть обязанность, и мы не хотим потерять эти машины, которые нам дают продукцию. У нас есть настоящая продукция, но есть настоящая продукция, но есть настоящая продукция, которая будет выполнять эти машины. Сегодня, если гидроабразивный станок у нас останавливается на час, это проблема. Если мы не загружаем его работой день, то это большая проблема. Больше одного дня мы никогда себе не позволяем его останавливать, по той простой причине, что вся работа, которую мы делаем, производится именно на станках с ЧПО. У нас есть станки, скажем так, ручной обработки, но мы практически ими не пользуемся. Все, что мы делаем, мы делаем на станках с ЧПО, стараясь использовать все те возможности, которые у этих станков есть. Использование этих станков, на самом деле, не сложное, довольно легкое. Мы стараемся использовать их для всех работ. Если поначалу мы думали, что гидроабразивный станок необходим нам только для выполнения мозаики, то сейчас мы делаем на нем абсолютно все. Любые типы реза, все, что нам необходимо, мы делаем на этом станке. Дальше, мы купили фреза, контролируем номерико, макенпио, по спостаменту, макенпио. Но мы поняли сразу же, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем. Третий станок, который мы купили, это был чемпион. Чемпион с системой вакуумного переноса заготовок. Когда мы покупали этот станок, у меня уже не было никаких сомнений. Я понимала, что я беру станок выдающийся. То, что мы получили с этим станком, превысило все наши ожидания. То есть это станок, который дает нам скорость, это станок, который дает нам точность. То есть, покупая этот станок, мы получили возможность работать с легкостью. У нас очень важный фактор, которые мы получили эффективность и эффективность. Потому что у нас не дает это, мы не даем это, мы не даем это, мы не даем это. и затем я остался в этом случае. Я был очень осознанным механика и стал риск, но я понял, как он был создан, я получал виду это. И я получал очень зрение. Машины встали до вечера и до ночи. И мы не знаем, что эта технология может быть но этот пакет от технологии сегодня невозможно отказаться. Покупая станки пруссиани мы поняли, что мы покупаем прежде всего станки надежные, сделанные, выполненные по всем правилам и которые наделены всей этой высокой технологией, которую можно получить на сегодняшний день. Работая сегодня мы не смогли бы уже позволить себе работать без этих станков. Используя эти станки каждый день мы учимся чему-то новому. Даже если мы думали, что что-то на этих станках сделать нельзя, каждый день мы открываем для себя. Нет, это можно сделать. В первые дни я думала, что я могу делать на простых станках, буду делать на простых станках. Если я не могу делать на простых станках, то я перейду на станки с ЧПО. Сегодня я полностью изменила мою точку зрения. Когда я смотрю на заказ, первое, что мне приходит на ум, как сделать его на станке с ЧПО, потому что я знаю, что я получу точность, экономию времени и качества. Преимущества, огромное количество. Первое и самое важное, это то, что изделие, которое я сделала на станке с ЧПО, будет соответствовать тем размерам, которые были заданы с абсолютной точностью. И эти размеры будут повторяться. То есть если изделий несколько, размеры будут повторяться с абсолютной точностью от одного к другому изделию. И преимущества изделий, которые полностью соответствуют необходимым размерам. Затем при сборке, при дополнительной обработке, это преимущества, которые очевидны. То есть при сборке вам нет необходимости дорабатывать их. И сборка занимает намного меньше времени. И еще один важный фактор, то, что, как правило, относится почему-то на задний план, но то, о чем необходимо думать, это полное изменение нашей рабочей среды. То есть уменьшение шума, уменьшение забыленности, внимание к безопасности оператора. Это то, от чего на сегодняшний день совершенно необходимо, то, о чем совершенно необходимо думать и заботиться. Кто-нибудь из вас обязательно улыбнется. Но мне было интересно, чтобы увидеть машины работать в таком случае, и я почти не хочу иметь комплименты. Когда я вернусь в вечеринку, я вижу работу, которую сделал мой станок, и мне хочется просто поблагодарить его, потому что я сегодня ночью спала, а ты работаешь. Посмотри, какую хорошую работу ты сделал. Одна вещь, что приходит месяц за месяц, год за год, это просто понять потенциальность. Я еще вернусь к migliorанию сегодня, и, как я повторяю, я буду делать на машине что-то, что я думала, что лучше сделать в новом виде. Важное, и то, что я еще раз повторюсь, это то, что месяц за месяц я открываю что-то новое для себя и нахожу, что я могу что-то делать, что-то, что раньше, я думала, можно было сделать только вручную, либо на станках более простых. Мир работы на станках с ЧПУ это мир который можно открывать для себя на все 360 градусы. то, на что нужно обращать внимание это разные факторы, начиная от крепления заготовки, нужно обратить внимание на использование инструмента, это то, к чему нужно прийти, то, что нужно понять и то, что вам необходимо для качественной работы на станках ЧПУ. я хотел бы подчеркнуть, это то, на что поначалу, скорее всего, не обращают внимание. Хороший инструмент, хороший инструмент на хорошем станке это то, что может совершить чудо. неподходящий инструмент на самом лучшем станке заставит вас работать долго, работать некачественно и, скорее всего, испортить конечное изделие. еще одна тема, которую я хотела бы затронуть. это уход за станками, это значит станок должен быть готов к завтрашней работе. если не в большем уходе, то, что нам необходимо помыть наш любимый автомобиль, о том, что нам нужно о нем заботиться, и очень часто забываем, что станок нуждается в том же, если не в большем уходе, если не в большем уходе. хорошо ухоженный станок, после каждой рабочей смены, готовый к следующему рабочему дню, это очень важно. это, это... вы увидите, что когда ваш станок будет ухожен, когда каждый день он будет давать вам то, для чего мы его приобрели, Возможно, кто-то из вас хочет спросить, какой из этих станков для меня более важен, без какого из этих станков я совершенно не смогла обойтись. Я думаю, что я не смог бы ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний день отказаться либо от гидрозивного станка, либо от обрабатывающего центра, либо от мостовой пилы, либо от фрезы, я не смогу. Как я уже говорил, это не станок, который создан не только для того, чтобы делать мозаику, совершенно не только для этого. Это станок, который открывает перед вами целый мир, мир возможностей, которые предоставляет вам этот гидрозивный станок. Это наше предприятие, бедного. Это наш чемпион, последний станок, который мы приобрели. Здесь мы выполняем рез с перемещением вакуумного манипулятора. Я открыл для себя новые возможности, резы, треволинейные резы, перемещения. Я приведу вам только пример. Вот этот оператор, который раньше работал на ручном станке и первые дни, когда увидел станок с вакуумным манипулятором, не знал, то есть не был привычен к этой работе, то сейчас, если бы я предложил ему перейти на другой станок, он бы просто не смог на нем работать, он слишком привык. Революция, самая настоящая революция, которая у нас произошла, это использование фотокамеры. Работать с фотокамерой, это значит не измерять даже сляпу, достаточно видеть все это на видео. Использовать ненужных отходов, потому что, видя сляпу на видео, вы уже можете сразу представить себе как оптимальным образом расположить ваши заготовки так, чтобы отходы были минимальными. Это, это то, что нам мало очень много. Эта машина мы купили для раскроя сляпу. Но это станок, который может заниматься не только раскроем сляпу, он может работать толстомеры. И открыт это для себя, мы стали использовать его вне рабочего времени именно для этих работ. Для того, чтобы просто объяснить вам возможности этого станка, я сделаю работу с мазайкой. Я сделаю это очень маленько. Пять на пять. Скажи, на том же самом станке мы выполнили ванну и вот мы видим эту ванну, которую мы выполнили на том же самом станке, на котором мы изготовили кусочки мозаики, пять на пять. Это ванна двух метров в диаметре. На том же самом станке мы сделали обе эти работы. Очень часто, лимит который мы даем на самом деле это наш лимит, но не лимит станка. Станок может сделать очень многое. Главное понять что он может сделать и что мы от него хотим. Здесь мы видим рез гидробразильного станка. который имеет потенциал, как я уже говорил. И вот здесь я в какой-то форме, в какой-то форме, в какой-то форме. И даже маленькие петли я делаю на этом станке. Точность этого станка выдающаяся. С этим станком я готова делать все. Мы дошли до того, что мы стали выпускать на этом станке браслеты, кольца. Не так давно один из архитектор нас попросил сделать вазы. Мы сделали вазы высотой 60 сантиметров. Мы сделали вазы высотой 60 сантиметров. Используем пятую ось, наклоняяя рез, наклоняя водяную струю. И результаты этой работы это то, что любой обыватель, наверное, сказал бы, что невозможно выпало на станке гидроабразивной резки. И тем не менее мы его сделали. Здесь мы видим работу обрабатывающего центра. Обработка резка и обработка профиля. В этой работе, как и в любой работе, хороший инструмент, хороший выбор инструмента сказывается очень на работе. Для того, чтобы не давать, не накладывать дополнительный стресс на материал, для того, чтобы не ломать его. Это же самое выбор инструмента сказывается и на работе мостовой пилы. То есть выбор диска очень важно. И на станке гидроабразивной резки этого нет. То есть это еще одно преимущество гидроабразивной резки. То есть там нет необходимости выбирать инструменты. То есть каждую секунду ваш инструмент новый инструмент, потому что образец поступает постоянно. Это еще одно преимущество гидроабразивной резки. Еще одно преимущество гидроабразивной резки. Вот примеры работы на гидроабразивном станке. Перед этим мы видели барельеф. У нас есть скульптор. Когда мы получили станок, он сказал, что только большие изделия нужно было делать на этом станке, небольшие изделия продолжали делать он вручную. Сейчас он больше не хочет это делать. Даже самые небольшие изделия он просит пропустить через сканер и выполнить на станке. Это очень важная наша работа. Скульптура, которую мы отправили в Германию. Итальянского дизайнера. Его зовут Марчелло Морандини. Мы очень часто работаем с ним. И он попросил нас выполнить эту скульптуру диаметром 2 метра. И с толщиной 6 сантиметров. Вся эта скульптура была сделана с помощью гидроабразивного станка. И собрана и перевезена одним большим изделием. Здесь вы видите ее уже в собранном виде. Это пример от сканированного станка. Это выполнение этих капителей на обработающем центре. Это пример работы, выполненной на обрабатывающем центре, станут с чего позволяет вам делать вот что. Позволяет вырабатывать материал на очень большую глубину, но при этом он очень деликатен. Деликатен это позволило нам выполнить эту работу и добиться совершенно небольшой толщины конечного изделия. Это алтарь, тоже выполнен на обрабатывающем центре. Это еще один элемент церковный. Это выполнение ванны, о которой мы с вами говорили. Мы сделали эту ванну на Чемпионе. Со временем вы научитесь выбирать самый правильный путь для выполнения изделия, потому что никогда нет только одного пути для выполнения конечного изделия. Это кольца, которые мы выполняли на китробразивном станке. То есть это очень небольшие изделия. Самое главное, это научиться фиксировать заготовки так, чтобы станок мог выполнить эту работу. Это скульптура, которая пошла в миланский дом. Это элемент для церкви. Это было легко сделать эту форму. Но я остановился на этой форме. Если инструмент подобран правильно, он позволяет вам сделать великолепную вашу работу. Правильный подбор диаметра позволил нам войти инструментом в отверстие и выполнить потом криволинейный периметр, который вы видите. То есть мы получили практически готовое изделие. Нам не хватало только полировки. Это конечные изделия, которые вы видите. Это полировка, которую вы видите, которую мы выполняем на вертикальной токарной группе, которую мы сами для себя сделаем. Эти элементы я сделала на обрабатывающем центре, когда кто-то мог бы мне сказать, почему ты не делаешь это на токарном спанке. На самом деле, так как эти элементы были в большом количестве, мы заполнили полностью рабочий стол. Мы ушли домой. И в это время станок работал и выполнял все эти элементы. Это работа, которая была выполнена на гидропразильном станке. Используя обыкновенный диск, обыкновенный тот, что вы используете на ручных пилах, используя его на обрабатывающем центре, вы можете достичь высоких результатов и выполнить работы, очень, скажем так, тонкие работы. В первые времена я не использовала его, не думала даже, что можно было это делать, но со временем я научился и понял, что это можно изготовить. Это изделие, которое мы выполнили полностью на гидропразильном станке. И это материал, который я хотела бы вам представить. Это мрамор усиленный специальной фиброй, специальными волокнами. Этот материал мы запатентовали. В середине материала вклеивается специальная фибра, в середине и не снаружи. Вклеивая эти специальные волокна между двумя тонкими листами мрамора, позволяет достичь нам очень высокой прочности этого материала. Эта ванна, которую мы изготовили на станке ЧПУ. И в верхнюю часть мы сделали на гидропразильном резе. И здесь тоже был очень важен подбор инструмента, потому что инструмент для финишной обработки, который мы использовали, был по размеру примерно с карандаш. Но используя эти инструменты позволяет нам получить готовое изделие практически не дорабатываемое. То есть нам не нужно было дорабатывать его вручную. Это очень важно. В первое время мы не дорабатывали изделие, то есть не доходили до финишной обработки, думая и сэкономить время на том, чтобы доработать их вручную. Необходимо позволить станку закончить работу, закончить и чистовую обработку, потому что не включая в этот процессор ручную обработку, позволяет вам получить готовое изделие более точное, более красивое, даже если станок, при этом тратит чуть больше времени. Но лучше исключить ручную доработку. Это еще одна работа выполнена на чемпионе. Это небольшое изделие. Как вы видите, любую форму можно выполнить. И даже это отверстие, которое такое небольшое, можно сделать на станке из ЧПУ. Здесь мы используем полностью всю высоту станка. Вот это очень необычная работа. Обратите внимание, пожалуйста. Посмотрим разные шаги этой работы. Это черновая обработка, который дает этот непонятный, странный эффект. Но затем, проходя с очень небольшим шагом, можно произвести чистовую обработку. Это изделие, которое мы сделали для Бургари. И здесь мы тоже хотели продемонстрировать, что и на больших станках можно делать совершенно небольшие изделия. Как вы можете увидеть, у нас очень много работы. И все эти работы возможно работают на технику. И все эти работы возможно работают на технику. И видеть изделия, которые рождаются, это очень большое удовлетворение. Это те самые вазы, о которых я вам рассказывала, что мы сделали на гидеографическом станке. Это более высокая из них, высотой 60 сантиметров. И на самом деле мы вырезали эту вазу из первоначальной заготовки, которая примерно похожа на вазу, которую вы видите под вазой. То есть изначальный материал был практически плит. Они очень легкие. Потому что гидроабразивный станок позволил вырезать нам эти кольца толщиной 8 миллиметров. Гидроабразивный станок, с одной стороны, обладает необыкновенной мощностью, и выполняя эту работу практически весь материал был использован и практически не было получен отходов. И это результат родился из идеи. То есть возвращаемся снова к одной и той же мысли. Давайте думать о том, что может делать станок. Не нужно садиться и жить привычной жизнью, переживая постоянно одни и те же идеи. Нужно сесть и подумать, что может сделать станок. И станок может сделать гораздо больше того, о чем вы можете подумать. Это пример того материала, о котором я вам говорила, нашего запатентованного материала. В этом случае мы выполняем его в двух цветах, но можно выполнить его и в каком-то одном цвете. Вот эта полоса, которую вы видите в середине, это волокна, которые используют материал. Это очень хрупкие материалы, но выполняя их этим методом, они становятся очень прочими. Потому что мы выполняем очень большие изделия из этого материала. И ванна, которую вы видели раньше, сделанная в двух цветах, она не родилась из единого блока. Мы выполняем ее из двух небольших блоков, разрезая их на части. И выполняя эти изделия, дополняя их этим усиливающим волокном в середине, позволила сделать конечные изделия, которые, с одной стороны, очень легкие, с другой стороны, очень прочные. Я смог это сделать, потому что чемпион позволил мне выполнить изделия этого диаметра. Я полностью использовала возможности этого станка. Я использовала все эти изделия, которые мы использовали, то есть, понимая, что мы использовали. Это значит, с учетом, понимая максимально размеры которые вы можете выполнить на нем, вы можете сделать изделия для флит-заказчика, которые вы способны сделать. Я надеюсь, что я помог вам, чем-то своим рассказам, что я помог тем, кто хочет купить свой первый станок с ЧПУ, или тем, кто уже имеет станки с ЧПУ. Может быть, я кому-то помог, может быть, кто-то из вас работает и больше, чем я имею больше опыта, но я думаю, что обмен опытом всегда положительным. Мы нашли в Пруссиане нашего идеального партнера, и с этого началось все. Это не потому, что я сейчас здесь. Это действительно так произошло. Поверьте мне, что это так произошло много лет назад. Что хочу сказать. Теперь поблагодарить всех вас за то, что приехали. Те, кто был вчера, может быть, по-другому в лестнице, кто не смог сегодня побыть здесь. Первую часть вы посмотрели, я очень, прям, не то что довольна, я просто счастлива, когда слушаю людей, когда говорят с таким, как сказать, не, языком не написанным для какого-то аудитории, где надо, вот, деловая встреча, это планетная деловая встреча, это просто рассказ о душе, что можно делать, как можно любить свою работу, или дать эту работу, как можно день за днем превращать ее все в лучшее, в лучшее. Время провождение. Копий, копий, любовь. Это, большое спасибо Плаудио за его рассказы, эмоциональный очень рассказ, спасибо. Второй частью нашей сегодняшней программы, это скатеретическая, чем мы хотели вас еще порадовать, это рассказ о мраморах Карары. Карары мы все знаем, чили-чили, и там, сатуарик, туалет, и т.д. В фейсбуке вышел вопрос, однажды, это было где-то месяц назад, Марика, которую вы все, многие, наверное, знаете, Марика, ты меня слышишь? Я говорю, вот, Марика, которая вышла с таким вопросом, что вы все камнеобработчики, вы все знаете камни, вы все все знаете, вот вы покупаете, а потом в итоге вы знаете, что оно такое-то, вы понимаете, как отличаются один данный от другого в тех же городских камарах. Потому что там есть, это не придуманный Марика, это стандарты, которые есть, по которым, я правильно говорю, Марика, потом исправишь следующее, но я же знаю, не моя совсем тема, но я так добавлю. Вот, и вышла Марика с таким предложением в фейсбуке о том, что, ребят, я вам могу помочь разобраться, потому что есть специфика, по которой не встречаются. Вот поэтому Марику пригласили на нашу встречу, чтобы вам помочь еще в чем-то, что касается камня, разобраться лучше. Поэтому я микрофон передаю Марике, и она вас оправдывает сейчас своим рассказом, и вам будет очень интересно. Окей, спасибо. Очень жалко, потому что приготовил ребенок мой рассказ на итальянском языке, но не подготовила перевод. Так вот, и ничего. Мы все полный разданцы, нас поймут как-то. Мы будем рассказывать. Значит, чтобы понять, Карари в 300 карьерах рамок. Значит, гора, где находятся все карьеры, это гора, которая находится над Карари. Но на этом Карари не заканчивается, потому что у нас сегодня открыты новые карьеры, как и Критермы, которые тоже называются, к сожалению, пьянка Карари. И, значит, другой массив, который у нас идет, это аквапьянка. Аквапьянка – это материал, который всегда назывался аквапьянка на сегодняшний день, и оттуда у нас почему-то выходит пьянка Карари, которая абсолютно даже не имеет никакого отношения к Караре. К сожалению, ситуация такая. Значит, получается то, что в связи с подорожанием за последнее время, которая для статуарио почти в 10 раз выросла цена, для калакаты почти в 5, и пьянка Карара, которая в 2-3-4 раза увеличена в цене. Что получается? Значит, люди хотят получить материал, который стоит на сегодняшний день, может быть, даже не совсем реальный денег, потому что, ну, основная масса уходит в материала хорошего, это Америка, что-то покупает Япония, что-то покупают арабские страны. Россия тоже хочет приобрести материалы, которые хотелось бы назвать пьянкой Карара-Ц, но пьянка Карара-Ц на сегодняшний день на Россию почти не уходит. Это очень яркое явление. Покупается ЦД. И даже наше некорректное поведение, на самих карарах, которые стараются пытать, не имеем материал и предлагают ЦД, вместо ЦД называя его как ЦД. Что такое ЦД и что такое ЦД? Как Ирина сказала, можно определить. Определить очень трудно разницу между ЦД и ЦД, потому что нет такой спекции. Я думаю, что самый лучший вариант будет на сегодняшний день, если с этим согласятся все карарцы, подготовить образцы, по которым можно будет делать классификацию. Но это невыгодно. Поэтому все остаемся с закрытыми глазами и делаем, что мы еще не замечаем, что происходит. Как мы определяем разницу между Ц и ЦД? У нас выход блога. Представляете, что 300 карьеров. В каждом карьере есть немножко отличия. В одном немножко появляется желтизна. В другой, допустим, как взять новые карьеры, которые у нас находятся внутри туннеля. В туннеле, в котором проходил когда-то поезд. В нем на сегодняшний день разрабатываются карьеры, которые тоже, кстати, можно зайти на экскурсию, и посмотреть, как идет работа там. Значит, если мы возьмем галерея, то там мрамор очень компактный, очень насыщенный водой, и в нем получило мало света, поэтому он более серый. Но это не значит, что он такой останется серый. Это мрамор, который, если мы его посмотрим с годами, он будет осветляться. Чтобы ускорить этот процесс, можно поставить его на улице, на свет, или блок сам, или сляб уже напиленный, и он потихонечку будет осветляться. Мы все великолепно знаем, что многие карьеры в карае, блоки, которые мы купили, когда мы выходили без распила, у меня мой сын, который только два года со мной работал, он, когда увидел один раз Пианка Карара, которая выходила из распила, он мне позвонил и сказал, мама, а блок где Пианка Карара? Здесь какой-то блок бордилью. И, естественно, понятно, что он абсолютно серый. Значит, прошло четыре месяца, этот блок, который мы с вами видим почти как бордилью, на сегодняшний день он осветился. Это вот то, что у нас из галереи, который выходит в мрамор, который имеет специфику очень быстро осветляться. Другие мрамора, если вот, допустим, взять там фамилии, тот мрамор, который вышел, допустим, там, пятьсот лет назад, там, двести лет назад, это был уложен. На сегодня он был абсолютно белый, если он, конечно, не окислился, а не загрязнился, потому что мрамор выкидывает все загрязнения после этого времени. Если мы почистим сверху даже при изменении, мы будем белоснежные, то когда-то он, когда он был допыт, он был серый. Это специфика мрамора Карарского. Если мы возьмем греческие материалы, то греческие материалы, они с годами появляются, в них живутся знак, который убрать невозможно. Значит, почему с годами? Значит, начнем с того, что когда начинались разработки мрамора и работа, началась с садюга. Этруски употребляли его как строительный материал, они брали какие-то блоки, делали какие-то подставки под какие-то, значит, конструкции, то римляне конкретно начали работу с ним. После римлян материал вошел в моду Карарский, потому что это единственный мрамор, который не желтик. Он так и остался на сегодняшний день единственным белым мрамором, который не имеет желтизны с годами. Значит, что можно еще сказать? По поводу статуарио и холоката. Многие даже, к сожалению, не отвечают, где статуарио и где холоката. Холоката у нас имеет кремовый молочный фон. Статуарио он имеет более холодный белый. Значит, если у него уже много холода, то это уже будет статуарето. Что такое статуарето? Это не тип мрамора, это вообще как даже шутка была. Значит, статуарето называли это не то, что не доросло до статуарио. Маленькие статуарио, это итальянский язык. Точно так же, допустим, взять Джоя. Джоя, допустим, Венатина де Джоя или просто Венатина тоже называется Небьянка Карара, но это не Небьянка Карара, это Венатина или Венатина де Джоя. Венатина де Джоя или Венатина де Джоя имеет теплые оттенки холокатные. Это более хрупкий материал. И значит, слово Джоя. Почему? Когда нашли в карьере Джою, значит, они увидели Венатина Карара великолепную, белоснежную, теплого цвета. Сказали, ой, какая, значит, Джоя, это как радость, наверное, так можно перевести. Какая Джоя, что они нашли этот мрамор, он так остался с названием Джоя. Значит, если мы даже посмотрим вот вокруг Альпе Акуаны, у нас находятся тоже другие карьеры, как я уже сказала, Аквапьянка Арабеската. Значит, что такое Арабеската? Это мрамор, который имеет рисунок Арабески. Это кольцо, которое закрывается, закрытое кольцо. И рисунок состоит из колец. Это Арабеската. Арабеската может быть и Карарский Арабеската, Арабеската Торки, Арабеската Вальги. Новое название, которое у нас на сегодняшний день появилось, тоже придуманное. Не знаю, кто придумал, или иностранцы, или сами наши карарцы. Это Калаката Вальги. Калаката Вальги никогда не существовало такого понятия. Всегда была Арабеската Вальги, которая имела желтоватый оттенок. И Арабеската была открыта. Получилось у нас Калаката Вальги. Наверное, на завтра эти названия все у нас и останутся уже. Потому что все привыкли называться, допустим, Калаката Вальги или Калаката Голд. И уже осталось это название как придуманное, уже как укоренившееся немножко. Не знаю, что еще можно рассказать по поводу. Значит, всего где-то около тысячи предприятий, которые занимаются коммерцией в Карале. И, как я сказала, 300 карьеров. Много. Качества очень много разных. Есть разные прелести каждого карьера. И каждого карьера есть свои дефекты. Допустим, тот же карьеры в галерее, если мы возьмем, у нас дает возможность материал осветляться за быстрое время. И дает дефекты. У нас там очень много тарелла и очень много, это маленькие такие отверстия. И много лучики, которые, значит, отверстия, которые длинные. Это уже очень большой дефект. Значит, следующий такой момент. Значит, если мы возьмем аквапьянка, там еще хуже коробка. Там не просто точка. Там точка имеет наклонная поверхность. Это тоже. Научились карарцы тоже и закрывать эти дефекты. Зашпаклевывать цементом. Заклеивать клеем. Ну, к сожалению, все равно это видно. Потому что белых материалов, к сожалению, это все бросается в глазах. Новая техника. Значит, как кальциевая структура, как ее можно ускорить процесс осветления натуральный. Значит, у нас установили уже несколько, две фирмы, которые осветляют карар. Значит, ее ставят в специальную печь, которая идет около 60 градусов. И там карар осветляется. К сожалению, не все типы карара можно провести этот момент. Потому что многие типы карар дают нарушать структуру. Он становится крупным материалом. Не больше крупки, чем джоэ. Потому что джоэ – это крупный материал. Некоторые материалы невозможно просто осветлять. Потому что в них есть… Если есть маленькая дырчинка, небольшая, и постоит в печь, она тут же побежит, и весь слях разломается пополам. Это, к сожалению, большая проблема. Потому что сейчас это вошло в моду – это осветление. Говорят, что сделали новое оборудование, которое инфракрасными лучами осветляет. Но пока это только разговоры, никто еще ничего не видел, но все уже об этом говорят. Это интересно. Потом, возвращаясь к второму к этим маленьким дырочкам, есть тоже новое оборудование, которое, как и стоматолог, зашпаклевывает эти отверстия и специальным тоже инфракрасным светом облучает, чтобы это не выпадало впоследствии. Чтобы закрыть эти отверстия. Это что касается у нас в Янко-Карале. Если мы вернемся на сегодня в Калакате, тоже случается такое, расскажу маленький случай, очень смешной. Когда Калаката была установлена на объекте, мне звонят, значит, частные клиенты, говорят, ко мне пришли гости. Все очень красиво, все довольны, но у нас, говорит, проблема. Мы нашли гости, у вас мракли. Как гвозди? Я припугалась, что гвозди, действительно, да, гвозди. Видно, когда пилили, частные клиенты, когда видно пилили, эти гвозди вошли туда, в мрамор и остались там. Я говорю, так, мне отправьте срочно фотографию, я хочу видеть, как гвозди остались в мраморе. Отправляют фотографию пилили, которые находятся, натуральные явления, которые находятся в Калакате. Ну, маленький смешной случай. Ну, я единственное, что хочу только обратиться, мы здесь все собраны по приглашению, сейчас я уже не вижу, профессиане, они уже не разговаривают. Значит, по приглашению русля, они, спасибо им, конечно, за то, что они нам дали возможность встретиться, поговорить, обсудить наши какие-то темы. Они выпускают оборудование, которое, как говорится, я даю хлеб к их зубам. То, что я могу предложить мрамор, или наши карарцы предлагают мрамор, чтобы работать на этом великолепном оборудовании. Вот, значит, еще, говоря о том, что в Бероне будет сейчас выставка, и хотела перед выставкой пригласить тоже, чтобы увидеть на месте, как рождается мрамор, что с ним делают, как с ним работают, чтобы понять, как работает оборудование, как распиливаются блоки, как они полируются, и какие проблемы с этим могут возникнуть. И самое главное, чтобы, еще раз обращаясь к нам, ко всем здесь работающим с мрамором, давайте немножко быть корректными в названиях и в объяснениях наших карарских материалов. Не уходи далеко от названий. Называть своими именами, даже когда хочется назвать по-другому. Мне тоже хочется, когда люди мне говорят, хочу статуарию купить за 200 евро. Я говорю, окей, хорошо, но это не будет статуарию. Мне говорят, нет, тогда я куплю в другой компании. В результате я говорю, ну хорошо, я тоже продажу за 200 евро в статуарию. Продалу, но это неправильно. Потому что мы все, получается, начинаем просто говорить друг другу неправильно. Если сегодня статуарию стоит за облачный центр, то предложить статуарету за деньги, которые хочет заплатить клиент, и обмануть, это неправильно. Надо все-таки как-то придерживаться правильных названий. Потому что статуарету, он ничуть не хуже статуарета из одного и того же карьера. Карьера у нас дает статуарию, статуарету, винатину, колокату. Раз этот карьер такой обширный. Но он ведь не значит, что он менее красивый статуарета, чем статуарета. У меня был такой момент, когда дизайнер сам выбрал рядом стоят статуарию, статуарету. И где не было ограничений абсолютно по стоимости, выбрали статуарету в том, что мне понравился больше. Мне понравился более холодный форт, более сероватый. И вот эта вена серая, которая совсем даже не соответствовала статуарету. Поэтому, если мы будем назвать правильно своими названиями, то не значит, что дизайнер откажет покупать для участных клиентов. Это ведь тот же один и тот же карьер. Это вот что самое главное. Пьянка-карара, я понимаю, много карьеров, но пьянка-карара, даже если много карьеров, они очень похожи друг с другом. Может быть рисунок более интенсивный, больше вены, он может быть более чистый. Но это все равно одно и то же, понимаете? Даже вот если взять, допустим, пьянка-карара С, экстра, если мы возьмем самого лучшего качества блок, который на сегодняшний день стоит там 1000-1200 евро, да? Этот материал, он не менее красив, чем статуария. Потому что у статуария никогда не будет вот этой поверхности, которая, вот эта белизна немножко с серым рисунком, и как будто она и дом покрыта. Это великолепный эффект, понимаете? И главное, преподать этот материал не как альтернативу дорогому статуарию, а как свою красоту и свою премию. И я считаю, что мы к этому должны идти. Мы, кто работает с мрамором, дизайнеры, все, кто работает с финальными клиентами. Потому что, знаете, как вот для нас, это ведь мрамор, как наши ребенки. Некрасивых детей не бывает. Бывает, ребенок более улыбчивый, менее улыбчивый, блондин, брюнет, черный ребенок, белый ребенок, с желтым цветом кожи. Но они ведь все красивые. Точно так же и мрамор. Мрамор весь красивый. Если мы не будем говорить, что это вена, это дефект, и объяснить финальному клиенту, что это вена, это красота, этого мрамора, то мы добьемся результата. А если мы это будем преподносить, как это, ой, я хочу статуарию, но без вены. Мы должны объяснить, что статуария без вены бывает, но это уже будет пьянка, 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 статуария. Если человек это поймет, и мы с этим согласимся, и мы объясним, какой прелесть дает эта вена, то он будет любить этот материал. Так же, как мама будет любить ребенка, даже если он некрасивый. Правильно? Ну, я не знаю, что еще можно сказать о Карарии. Я жду вас перед выставкой в Бероне, чтобы показать вам карьеры на месте. Это будет не коммерческий тур, который нам нужно покупать, потому что, к сожалению, моя фирма маленькая, и у нее нет возможности сделать такие огромные поставки. Я единственное, что могу сказать, я с удовольствием вам покажу Карарий, Карарийская карьера. И покажу вам разницу, которая уже видна даже в блоке, который только родился. А рождение блоков на сегодняшний день, это все равно работа, которая связана с риском. Доехать даже до самого карьера без дороги, это тоже проблема. Дороги нет, асфальта нет, дорога насыпная. Асфальт идет только до определенного уровня. И потом пошла дорога, по которой люди, рискуя, каждый день едут в карьер, чтобы свести блоки оттуда. Вы представляете, грузовик, который везет 30 тонн, сам он весит, наверное, 20 тонн, это может быть 50-60 тонн, которые едут по насыпной из мрамора дороги, вот вверх, почти вертикально. У них нет возможности повернуться. Они приезжают до определенного места, и потом точно так же едут в обратную сторону задней кодки. А потом опять перейдут. Часто падают машины у нас, иногда даже погибают люди, спасая свой автомобиль. Падают у нас даже внедорожники, которые люди, как и я, едут умирать в лоб. Погибают рабочие, которые работают, потому что иногда идет отвал, особенно в карьере с тротуарио, или в карьере Джоэ, где непроизвольный идет отвал массива. Массив пилится, но есть какая-то трещина, и на этот момент он может осесть. Если вдруг кто-то находится рядом, может погибнуть и погибать. Не так много, как погибали раньше, когда это было приятности, сейчас меньше. Но, к сожалению, все равно это проблема есть. С этим люди сталкиваются каждый день. И еще могу сказать то, что если в сентябре сейчас вы будете в караре, то вы увидите, наверное, последний раз в жизни, которая находится перед нашими карьерами, с которыми Кират Джоэ сделал свою знаменитую скульптуру китарта. Так вот, наши, к сожалению, карарцы не берегут даже это. Наша плита сегодня съедается потихоньку карьерами. С двух сторон. Два карьера, которые ее съедают. Я пытаюсь с этим бороться, но меня не слушают. Потому что, понимаете, вот утром, когда я иду на работу, а работа у меня тоже трудная, потому что я тоже, проходя между блоками, еду в карьер, я бегу, я никогда не замечаю, когда что-то стоит слях, я от него спотыкаюсь, падаю и все остальное. Но утром, когда я просыпаюсь и еду на работу, и вижу мою гарусь, которую делают китар, которая одна из моих любимых скульптов. Я 10 лет занимала скульптурой. Когда я вижу мою пьету, я просто не доводится все. Понимаете, у меня хорошее настроение, я вижу что-то радостное, что-то приятное. Пьета, это как переводится правильно пьета? Жалость, как мы говорим, Наташа? Скорь. Как? Скорь. Скорь. Скорь, ну это скорь даже мало скажет. В Гитаре это даже больше. Скорь. Поэтому, не знаю, призываю наших коряльцев и вас в последний раз, и может быть мы как-то даже остановимся вместе с едением этой горе. Продолжение следует за то, что вы пришли, благодарю еще раз. Благодарю Мариху за то, что она так интересно рассказала, благодарю господину ремонции. Я прошу вас сейчас не расходиться, потому что мы готовимся к фуршету. Те из вас, кто желает поговорить о гусяне в переговорной комнате, как только освободиться, он будет готов с вами пообщаться. И я надеюсь, что сейчас мы перейдем просто к общению между нами, поговорим о чем-то интересном, и всем нам будет хорошо и весело. Спасибо еще раз большое. Если у кого-то есть вопросы к Марике, то пока готовят фуршет. Может быть, да. Как я сказала, это ставится, значит, как... Естественно, с камнем он, во-первых, он высыхает, из него выходит влага, во-вторых, так как это кальция, он идет в натуральное окисление, поэтому он становится белее. Идет химический процесс. Да, 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 натуральный химический процесс, да. Поэтому он осветляется абсолютно в натуральном состоянии. Значит, чтобы ускорить этот процесс, я не геолог, к сожалению, может, кто-то есть в геологе, может, мне помогут. Значит, если мы возьмем, значит, осветление при температуре, то это тоже, в общем-то, натуральный процесс. Единственное, что это ускоренный процесс, поэтому немножко структура нарушается, к сожалению. Ну, у нас, допустим, мы как с этим колюсом тоже немножко наши каранты, кто не хочет, у нас эта работа стоит 5 евро, а так как этот материал все-таки экономно, мы тогда должны найти 5 евро экономно. Мы просто ставим, у нас на солнышко, и он точно так же осветлялся. Абсолютно одинаково. Даже несмотря на то, что он стоит в патчке друг к другу. Я могу сказать, что у меня был такой случай, я купила блок статуарио, который вообще он не разрабатывает этот карьер. Его перевод только для реставрации. Значит, он абсолютно отличается от обычного статуарио тем, что у него более желтоватый фон, и на нем еще находятся такие желтые пятна после распила. Я купила блок, который стоил по 100 тысяч или даже больше, сейчас я уже не помню. Значит, я распилила блок и не успела посмотреть на слябы. Я обычно всегда смотрю, когда блок уходит. Как я говорю, рождение блока. Я хочу видеть рождение блока, потому что я вижу дефекты. Я не успела его посмотреть. Я прибежала, когда он уже был отболирован. Вы знаете, я эмоциональный человек, поэтому я рыдала после блока. Опять же, потому что это дорого не стоит. Во-вторых, я говорила, что же я теперь буду делать, что я скажу клиенту. Он весь был в желтых разводах. Это был такой ужас. Я, значит, бегом побежала к одному моему знакомому, которому уже за 70 лет, у него огромный опыт работы. Я прибежала и сказала, что Клаудио, я не знаю, я в шоке, я не знаю, что теперь делать. Мне надо срочно искать другой блок на замену. Что случилось? Не суетись, расскажи. Я говорю, блок весь в желтых пятнах. Вот так, пойдем посмотрим. Приехали туда, он говорит, ну и что ты суйтишь-то? Звони клиенту и говори, что ты раньше чем два месяца не отправишь в лобль. Почему? Потому что через два месяца тут идеальный дно. Вот так получилось. Я не знаю, почему он в Белире, даже в Катуарио, вместо желтизны он стал абсолютно, вот знаете, как цвет аголио. Он белый, теплый, белый, с серой вены, это очень красиво. Но это панически ужасно, когда ты держу, ребят, на нем. Но, к сожалению, вот так было. Поэтому, если вот был геолог, который из Литаса, он геолог по профессии, а его сегодня нет, очень жалко. Или даже, может быть, химика, можно спросить, вот как все-таки действует кальций, как он съедляет. Ну, я вам рассказала... Ну, здесь я его привез. По поводу вот этого красного света, вот это красные лучи, я не знаю, как это действует. Потому что, я говорю, у меня такое ощущение, что это просто сказка рассказывается. Ну, говорят об этом вся, вся характера. Инфракрасная, инфракрасная, не Галенова, инфракрасная. Что-что? Не знаю. Но, говорят, он не нарушает структуру. И самое главное, вот эти, которые дефекты, они, глядя, не стреляют. Нет, я спросил про осветление противоположного. Нет, такого я еще не видела. Уже такое даже говорят. Надо будет узнать, где я пойду смотреть. У кого? У Камполонги нету, я точно знаю. У Камполонги я не видела, потому что я в Камполонге часто бываю. Я с Игорем все время общаюсь, я с Кирсичем. Поэтому, если бы было, у меня уже точно бы все уши прожужжал. Ну, на сегодняшний день никто это не делает, поэтому, может быть, что-то и сделали, потом это не подтвердилось, такое тоже бывает. А еще кто-то что-то спросить хотел бы? Ну, я считаю, что это уже можно в цепи нести, в цепь хорошую. Ну, в любом случае, это же где у нас относится, почему? Вы считаете, что это цепи? Ну, он же серый. Ну, не серый. Если мы посмотрим вот там, вот это серый. Вот этот. Этот серый. Но это у нас карара, которая подлежит классификации. А венатину, это классификация неправильная. У нее нет классификации. Она может быть венатина серого, венатина белого. Просто, что если смотреть по фону, по фону, этот материал делает. Но этот уже все-таки тоже С. Если вы хотите сказать вот тот С, который действительно экстра, который сегодня стоит у нас ужасно огромных денег, и поэтому тот материал гораздо красивее, я понимаю. Но его никто не покупает, но очень долго. И потом его очень тяжело купить, к сожалению. Блоки, вы знаете, что у нас, чтобы купить такой блок, вот экстра, который там стоит как 1200, даже иногда 1300 евро, это надо просто ходить месяцами, месяцами, каждый день как на работу, приходить и говорить, а можно мне такой блок? Мне еще к нему, еще блоков 20, а тут неизвестно чего. У нас есть у всех свои карьеры, где у нас есть хорошее отношение. Мы как друзья, там хорошие знакомые, и я туда вот приезжаю и говорю, ой, а что там, покажи, что у тебя там сегодня там, какой отвал? Потому что в каждом коньере, в зависимости от того, когда я не работаю, у меняется качество. И вот мы уже издалека видим, вот там белеет, белеет, белеет. И мы на них спрашиваем, так, когда вот будет? Ну, там, приходи через две недели. Я уже понимаю, что я уже через неделю там каждый день. Каждый день. Потому что если я опоздала, несмотря на то, что я подруга, и пришел кто-то другой, там, пытается, еще что-то, с наличными деньгами, он все забрал. 300 карьеров у нас, 300. И в каждом карьере может быть С. В каждом. В галерее это бывает очень редко, потому что там С — это редкое явление. Вот у нас сейчас... С татуарией про меня только в Калакаре и статуарию. Нет, нет, это я только сейчас выговариваю про Меркарара. Со статуарией в Калакаре карьер один, три семьи владельцев. Да. Да, да. У нас еще есть такой статуарию, который называется «Альтисима». Ну, это другое немножко, там, Елена, другая цвет, другое, там, все такое. Там, там один владелец. Поэтому там можно что-то... Что сказать? Там уже правительство распределяет. Нет, правительство у нас не присутствует Ляйт. У нас правительство вообще нигде не участвует ни в каких карьерах. У нас сейчас единственное, что так вот у нас вторая, наконец-то, выиграла партия. Я политикой никогда не интересовалась. Я из семьи политиков, у меня бабушка, депутат, как у нас, это сын была. Я выросла в антиполитической, абсолютно психологически моей, как... Мой характер абсолютно антиполитический. Потому что меня детство с рождения пичкали постоянно политикой. И родители мои, и все. Первый раз, что я сказала, что я хочу понять, что такое политика сейчас. Когда у нас в Италии приходилось после дожучки. Вот у нас пришла новая партия сейчас к управлению в Караре. И они, наконец-то, у нас раньше как платилось? У нас свозится блок Карары. У нас свозится блок Сатуарио и Калаката. Сатуарио, который 10 тысяч евро за тонну. И пьянка Карара, стандартная, которая может стоить 200-300 евро за тонну. Знаете, какая разница? И они платили одинаковые налоги. Но это же несправедливо. Понимаете? Поэтому у нас сегодня, наконец-то, распределили, что за статуарио, за Калаката мы платим больше. За пьянка Карара, как раз, свешивается на въезде и на выезде. А вверху все карьеры, 300 карьеров. Поэтому у нас каждая машина регистрирует в свезенные блоки вниз, и за них платится налог. А вообще у нас в Караре, у нас не только Караре. У нас вокруг Караре, если вы будете в Караре сейчас перепыставкой, у нас Порто-Оле, это от Караре 20 километров. Значит, у нас Роса Леврунка, у нас Фьюрги Боско, у нас вокруг Джала-Сиена, у нас вокруг очень много карьеров. У нас вот это вот место, оно как раз насыщено всеми нашими просто великолепными морами. Вот Брича-Брича-Медичи. Брича-Медичи тоже название родилось не для Брича-Медичи, совсем не для этого карьера. Это родилось название из Джала-Сиены. Джала-Сиены, первые блоки, которые выходили, разрабатывались, они имели вот такую красную структуру, для кого абсолютно... Ну, это совсем неожиданно. У нас некоторые блоки еще выходят до сих пор, но они вокруг там еще... Поэтому такие блоки иногда появляются где-то, они называются «Прича-Медичи». Джала-Сиена – это тоже один из наших летельных красивых материалов, которые все это рядом стараются, в Тоскане. Поэтому в Тоскане есть интровертины, у нас все вокруг много карьеров разных. Нет, к сожалению, на Вон, потому что на Вон я горюю. А в Тоскане карьеров огромное количество, очень много разных интересных. Действительно, очень интересно. Ну, на этом я думаю, что надо закончить. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.